Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями — случайный. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Добрый день, дорогие друзья! С вами, я думаю, новый формат свободного подкаста. Мы уже начали перебивать друг друга в голосину, орать и кричать. Сегодня у нас Сергей Попов в гостях, чемпион «Всего только можно» бодибилдинга, чемпион пауэрлифтинга. Сереж, расскажи, пока мы не начали тебя грузить проакционными вопросами, расскажи, что завоевал вообще, как знакомство с лепристом и всякое такое. Расскажи. Я с вами кудрами не могу ничего сделать. Рассказывай про леприста и соревнования и вообще. Так, ну что можно тут рассказать? Во-первых, всем привет. Что еще могу сказать? Если говорить о конкретно последних событиях, посвящен был сезон исключительно бодибилдингу. Выступал, получается, я федерацией новой. Поскольку у меня было отстранение от моей старой федерации, это ФБФР. Что еще могу сказать? Сейчас в данный момент мы, получается, основную ставку делаем на соревнования, посвященные федерациям NPC и NBC. NBC – это федерация, которая образовалась на территории России. НПС – это уже непосредственно федерация, которая была ответвлением от IFBB. Сейчас под ее гиды выступает Мистер Олимпия, про-турниры всякие проходят. Цель сейчас была какая? В первую очередь успешно выступить в сезоне. То есть занять призовые места – это раз. Во-вторых, опять-таки, это, скажем так, посмотреть, что на моих костях держится. Оценка формы общая, так сказать, с учетом отдыха. Я считаю, что в период, когда меня дисквалифицировали с прошлой федерацией, я продолжительное время не выступал. То есть были у меня выступления по жиму лежа, по пауэритингу, но они такие промежуточные. Просто, как говорится, чтобы штаны не спадали, я это называю. Нужна цель, потому что без цели… Ну, лично мое видение. Я, например, двигаться без цели не могу. Мне сложно. То есть просто так вот ходить, весить там, не знаю, 105-110 для меня – это уже… Это нефункционально для меня. Ну и вот, смотри, так как мы для обывателей, да, то есть не для людей все-таки, которые выступающие в теме, я задам такие более обывательские вопросы. Это же сложно и дорого, бодибилдинг? Слушай, ну все относительно. Хобби, оно в принципе вынимает у человека определенное количество вложений. То есть возьмем даже элементарно, допустим, я не знаю… Рисование. Да, мольберт купи, профессиональные краски нормальные купи, карандаши нормальные купи – это тоже деньги. Та же самая скульптура. Возьмем печь тебе тоже нужна, ее в аренду бери, глину купи, место найди, которое ты засрешь все вокруг на 2-3 метра этой глиной. Элементарно. Опять-таки, это и время. Не стоит забывать о том, что время – это самый ценный ресурс, который у нас в принципе вообще есть. Деньги, они уже идут на втором месте, потому что когда у тебя много денег, но ты не можешь их потратить, получается, это не деньги. Ты максимум что можешь сделать, через интернет позаказывать, тебе все пришло, и то на это нужно выделить время, чтобы этим заняться. Поэтому все относительно на самом деле. Поэтому я считаю, что если мы говорим о любви к какому-то виду, допустим, деятельности, ты в принципе не всегда деньги считаешь. Деньги считает тот, кто хочет получить что-то взамен обратно. То есть, например, заработать на этом, какой-нибудь королевский дешерах получить, медальку какую-нибудь, не знаю, из палладия или еще чего-то. Да, там человек будет считать так, сколько я положил туда, сколько мне пришло. В этом случае, наверное, человек будет считать. Это только хобби? Ну, или это все-таки приносит какой-то... Так, смотри, ну если говорить откровенно говоря, я в принципе являюсь персональным тренером, тренером, который людей готовит к соревнованиям непосредственно, и еще я сейчас занимаюсь подготовкой нескольких проектов на онлайн-платформах. Естественно, для того, чтобы тебе было что продавать, по факту, я всегда говорю, тренер – это продавец воздуха, собственно говоря, как актер. Почему? Потому что мы не продаем конкретно что-то, какой-то продукт. То есть, единственное, что можно, допустим, перевести, это когда ты... Ну, это так, грубо говоря, для людей, когда человек продает там фарму, не знаю, спортивное питание, что-то конкретно, какое-то отчуждение идет от человека, маечка, там, футболочка, штанишки, трусишки. Ну, маечка, короче. Да, в этом случае есть какой-то физический носитель. Здесь физического носителя нет. Ты продаешь либо знания, практически теоретически, опять-таки, и тут возникает вопрос, что подтверждение твоих знаний, как правило, это является твой внешний вид. И, естественно, для того, чтобы, грубо говоря, соответствовать твоим знаниям, но это в моем видении, опять-таки, не все так рассуждают. Может быть, я так рассуждаю, потому что я молодой, нетравмированный пока, поэтому я могу себе это позволить. Вот, это нужно соответствующе выглядеть, внушительно, это раз. Во-вторых, тебе необходим регулярный опыт подготовки к соревнованиям даже самому. Почему? Потому что в моем понимании человек, который регулирует частоту сокращения челюстных мышц у другого человека, он должен уметь контролировать их в первую очередь у себя. А когда ты ешь, наполеоны такой говоришь, так, ты сидишь на вареной грудке там и ешь салат, он на тебя посмотрит, скажет, что-то у нас матрицы с тобой не сходятся, мы на разных с тобой частотах работаем. Вот, поэтому, в моем понимании, тренер должен выглядеть, естественно, внушительно, чтобы человек, видя результат своего тренера, он мог мотивироваться и, скажем так, идти вперед. Другой вопрос, когда тренер открывает рот. Очень важно, чтобы из его рта, как говорится, вылетала информация, во-первых, доступная для переваривания человеком, а во-вторых, для того, чтобы, в первую очередь, наверное, у него была возможность нормально все это дело донести, в первую очередь, ну, и опять-таки, требуется определенный опыт, потому что, если рассматривать на промежутке отрезка времени, сейчас что происходит, у нас постоянно происходит своего рода и революция, и эволюция в спорте. То есть, у нас вперед шагают методы подготовки, вперед шагают, там, тренировочный формат какой-то, вперед шагают, там, применение фармакологии, например, там, образование новых каких-то препаратов, я не знаю, новых систем, там, диеты по-разному рассматриваются, там, загрузка, сгрузка, там, я не знаю, вперед за счет экспериментов людей, и что-то практическим образом отсеивается, наоборот, что-то дополняется, но и для того, чтобы человек располагал, опять-таки, этими знаниями, ему надо в гуще событий быть. Ну, и плюс ко всему, если ты готовишь спортсменов к соревнованиям, я считаю, тебе необходимо быть в гуще событий для того, чтобы понимать, ну, например, тоже общая информация для тех, кто готовит к соревнованиям, есть такое понятие турнир деревенский, турнир с одной победой, я это называю, вышел, победил, ты можешь с гамбургером заехать на турнир, плавки одеть, такой, блядь, хуяк, и тебе медальку несут. Вот, то есть, тренеру необходимо мониторить, с какого турнира, например, дебютанту проще начать будет, а с какого, как говорится, ты его бросишь как мышку, я не знаю, блядь, в террариум, в котором, блядь, будет три питона, то есть, вот, такое утрированное сравнение, но, как ни крути, хорошее сравнение, то есть, нужно уметь мониторить соревнования, мероприятие, которое проходит на определенном промежутке времени соревновательного сезона, и понимать, на какой, допустим, турнир человек уже готов выступить, реально составить какую-то конкуренцию, на котором ему еще, он, так скажем, сыроватый, недоведенный, недожаренный, скажем так, его надо еще досушить, доготовить, но выйти он может, допустим, то есть, уже там, чтобы его не трясло, я не знаю, в пот не бросало, а то он там зашел на минуту 30 секунд, там, попозировал, вышел, как будто из ведра воды просто окатили, и все, он вот так вот стоит белый, даже через гриму видно, что он белый. Ну, смотри, зрителя всегда, обыватели, интересует один момент, то есть, так как все-таки это, так скажем, профессиональный бодибилдинг, ну, на мой взгляд, это все-таки посложнее, чем даже обычное хобби, хотя бы то, что держит тебя в тонусе, хобби человек, как сегодня глину месяц, завтра там, да, что-то еще делает, вот, а бодибилдинг, он требует такой ежегодной самоотдачи, да и соревнования проходят у нас все-таки каждый год, да, человек одно дело рисует дома, а другое дело выставки устраивает, ну, тут то же самое получается. Все верно, есть градация. Да, смотри, я это все к чему, если мы говорим именно я про профессиональный, про твой уровень, вот бодибилдер, твоего уже такого очень серьезного уровня, он получается, может отбить это, заработать это, только работая тренером, или есть какие-то другие пути отбивания, бодибилдинга, вот этого. Слушай, ну, во-первых, начнем с того, что, как я уже сказал, мы продавцы воздуха, то есть, вот любой человек, который какой-то продукт продает, там, марафоны какие-то, еще что-то, по факту, ты по большей степени работаешь, если отвлечься от призмы тренера. Призмы тренера, хорошо. Ну, если мы говорим про промежуток, допустим, непосредственно соревновательной подготовки, да, если на то пошло, есть определенный призовой фонд, который выделяется на определенные турниры, то есть, это тоже можно отслеживать, можно смотреть, там, какая, допустим, денежка, допустим, за абсолютное первенство выделяется. Пачка протеина, Слушай, сейчас, слава богу, в этом вопросе начали люди разбираться, в том плане, что они видят, что спортсмены недовольны, что спортсмены начинают там охать-ахать, возмущаться, то, что вот я там последние трусы свои рваные положил на кон, блядь, носках дырявых, блядь, приехал, на полотенце, блядь, лежал, застудил две почки, блядь, в итоге мне доширак дали, блядь, и медальку, нахуй, который можно погнуть вот так руками. Естественно, они это понимают, они смотрят на это, думают, блин, ну надо хотя бы, чтобы медалька была жестче. И вот с этого уже потихонечку началось, потом уже вместо доширака тебе дают бигбон, блядь, и вот так вот потихоньку, помаленьку уже бюджет начали выделять больше и больше, но вот если, например, говорить про нынешние турниры, притом я стараюсь рассуждать максимально критично, то есть я не выделяю никакую федерацию, там не говорю, что вот эти пидорасы, блядь, эти хорошие, например, ладно, скажу по-простому, эти неблагодарные федерации, эти там замечательные, они вот такие прям вылизанные, отполированные, нет, сейчас во всех федерациях, по крайней мере, в которых я выступал, то есть ФБФР, например, там НПС, но НПС я пока не беру, НБС, выделяется определенное количество денег на абсолютное первенство, то есть есть резон спортсмену побороться, другой вопрос, в количестве этих денег, то есть там не миллион, естественно, но тот же самый, допустим, крупный какие-нибудь турниры чемпионата России, например, если мы возьмем, там, например, ФБФР выделяется хорошее денежка, Сибирин Пауэр Шоу тоже возьмем, там Лямчик может человек увезти, в принципе, то есть деньги начали вливаться в этот спорт, по крайней мере, на данный момент больше, другой вопрос, что человек, который будет забирать такие деньги, он, блядь, должен быть уже не человеком, там, блядь, инопланетянин должен приехать такой, несуществующий для планеты Земля, он из комикса сбежал, это называют, то есть там максимально идеализированный, серьезный, по уровню подготовки человек, вот так, да, такой человек заберет деньги, ну, типа, Вася Пупкин, который приехал, там, три года он выступает, скажи, кого-нибудь, грубо говоря, чтобы зритель мог загуглить примерно уровень, Саша Мартынкин, Сережа Данилов, чего у нас, из Самарских ребят, Артур Шрафисламов у нас, то есть, ну, грубо говоря, плюс-минус, все они на этом вот турнире могли бы денег заработать, конечно, они туда, в принципе, и едут зарабатывать деньги, Сибириан Пауэр Шоу, это турнир, который, в принципе, не имеет никакой регалии, у него нет закрепления, что это чемпионат России, чемпионат Европы, мира, это, по факту, такой коммерческий турнир, который закреплен за определенной федерацией, то есть, его проводит федерация ФБФР, все, просто все знают, что уровень спортсменов, которые туда приезжают, настолько высокий, что его можно сравнить с чемпионатом Европы, в принципе, потому что там, ФББ Про выступают на крайний, что ли, день проведения соревнований, не совсем могу располагать сейчас информацией, по-моему, на последний день выступают все, кто выиграли и получили возможность выступать в статусе профессионала, они уже выходят на сцену с профессионалами, вот, там уровень спортсменов довольно-таки серьезный, поэтому, если говорить о финансовом, допустим, да, вливании, вот в этих ребят вливают деньги, опять же, как я уже говорил, забирают там, по памяти, если мне, дай бог, она не изменяет, тройка, как обычно, то есть, первый, второй, третий, во всех категориях. Ну, это вполне нормально, даже не первое место, еще и на третьем можно что-то получить, хотя билет отбить. Опять же, такой момент, в чем заключается, спортсмену нужно длительный отрезок времени вытерпеть, выждать, а помимо просто терпения пассивного, необходимо очень-очень тяжело работать, для того, чтобы вот за этими деньгами ехать, потому что, когда человеку, допустим, говоришь, что вот там будет такой призовой фонд, он там раздулся, расцвел, а потом бах, ему вот так вот перекрывает кислород, а он падает. То есть, чтобы не было вот этих иллюзий, надо понимать, что люди, которые забирают действительно призовой фонд, они в этом спорте являются довольно-таки не последними людьми, я бы сказал, они являются флагманами определенной федерации, поэтому они и забирают эти деньги. Вот и все. Окей, смотри, задам такой вопрос, я в свое время, в общем-то, задавал его многим людям, и все уходят от ответа, но я думаю, что ты справишься. В общем, смотри, если мы абстрагируемся, да, от конкретной стоимости тебя, тренировки как тренера, там, или конкретной стоимости каких-то вещей, будем очень сильно округлять, ну, примерно захотим, вот, допустим, от тебя получить, ну, плюс-минус какую-то сумму. Вот приходит к тебе человек, ну, нафантазируем, что это какой-то прям богатый человек, он говорит, слушай, сколько будет стоить, мне от тебя нужна помощь, вот время и деньги, сколько мне тебе денег заплатить, ну, так ультрируем тоже, это вместе, допустим, ты продаешь протеин, ты его кормишь из ложечки. Я понял, то есть ты человека полностью оккупировал, ты над ним стоишь, прямо опекаешь полностью. Да, да, с учетом его трат не только на тебя, но и от фармакологии до еды, которую он будет есть. Вот сколько он потратит, чтобы стать, ну, условно, поехать, вот, допустим, на такой турнир. Мы сейчас рассматриваем... Времени денег. А, времени денег, сложный вопрос. Объясню, почему сложный, много факторов. Данное физическое состояние человека, насколько он здоров. Потому что элементарно, я приду в пример, он начинает подготовку, а у него с зубами большая проблема. Там только, скажем так, услуги дантистов будут сколько стоить. Ну, давай договоримся, что условно здоровый человек, у него нет жалоб, там он даже скрининг прошел. Вторая переменная, которая есть, над которой тоже надо задуматься, это нынешнее состояние его тела. Если он пришел с Сатурном, я утрированно объясняю, что такое Сатурн. Это вот так вот идет прямой человек, у него хуяк такой, хорошие бока такие прям наливные, за них схватишь, его так можно повернуть, у него орбита будет. Вот. Это как бы может звучать обидно, но это факт. Я к чему речь веду? Опять-таки, состояние нынешнее физическое человека. То есть, если он пришел, я это называю, не пришел, а закатился, такого человека готовить, действительно там из себя уже что-то представляет в степени развития мышечной массы. Давай даже представим, что он закатился к тебе реально Сатурном, опять же, ну, плохой вариант, то, но без проблем со здоровьем. Вот здесь вопрос, Сатурн вообще захочет выступать на соревнованиях? Да. Жизненных три примера у меня, прямо из жизни вам говорю. Сатурны очень хотят, вот Сатурны как раз-таки и приходят с такими запросами серьезно. Причем... Из крайности в крайность, да? Да, причем я... У меня есть там фотографии, вы можете посмотреть. В основном люди... Подожди, ты? Сатурн. Да. кстати, я приходил на прошлое, когда мы здесь снимали, в принципе, я такой был, жирный Сатурн. Подлитенький такой, да? Очень. Откормленный у бабушки. Вот. Значит, ну, реально был случай, когда приходил ко мне мужчина, и там фотки некоторые видели до-после на видеороликах, вот. Он хотел в итоге, ну, соревноваться просто, там жизненные обстоятельства, другие не позволили. Но у него прям был вот в этом смысл. И, ну, там, мы лечились, потом была задача, что я его кому-нибудь из билдеров отдам, но не сложилось, там, из-за бизнеса, там, всякой фигни. он понял, что это занимает определенный объем. Это много времени занимает. и остановился просто на здоровье, но тем не менее, соответственно, вот запросы именно, когда человек, он хочет сделать себе вал, особенно, когда он богатый, он уже в жизни все, так скажем, попробовал, он хочет вот победить себя. просто я тебе приведу пример, знаешь, какой именно практичный, вот который у меня был. Я сталкивался с человеком, который имеет достаточное количество денег, имеет достаточное количество времени, но там переменная в другом оказалась. Терпение. Терпения не хватило человеку, вот просто терпения банально не хватает. Притом может себе позволить что угодно. Самый дорогой гормон роста с аптеки прям. Он может себе позволить, там, я не знаю, препараты для похудения, современные самые. А может ли он себе позволить какой-то препарат, который немножечко мозги, его гормональный фон, что ли, я не знаю, как это правильно называется, я простой быватель, который немножко подстегнет его. Вот он понимает, что терпения не хватает, но вот он хочет. Мефедрон? Раз, пирюльку ему волшебную. Это сила боли, мне кажется. Слушай, мне кажется, да, тут вопрос, знаешь, в чем стоит? Не один, многие препараты дают такой, знаешь, драйв, мотивацию, жесткость, вот эту мужскую. Тот же самый, например, ну вот мы сейчас говорим, да, без купюры я это называю. Те же самые анаболические стероиды, они имеют воздействие на голову, они человека делают более таким сфокусированным, целеустремленным, амбициозным. То есть в человеке появляются, я это называю, дополнительные зубки. То есть он уже кусаться начинает. То есть такому человеку, знаешь, его обидеть сложнее, в том плане, что он уже начинает обороняться. То есть если человек, например, до этого был какой-то такой, знаешь, в Усси-Пуси, кубик Сустанончика, блядь, две недели, он уже, да, он начинает себя проявлять по-другому, начинает обороняться, он начинает защищаться. Он может там не кидаться, драться, я не знаю, но он вести себя будет иначе, сто процентов. Просто опять, мы говорим же про непосредственно длительный промежуток времени. В этом-то и заключается вся сложность. Когда человек готовится, он же готовится не день, и не месяц, и не два, и не три. Как я уже сказал, если человек пришел в самой такой запущенной форме, эту форму еще надо привести в норму обывательскую для начала, то есть чтобы у него был средне-подкожное количество там процентов жира, чтобы определенная была мускулатура уже у человека развита, для того, чтобы ты мог дать оценку, сказать, слушай, вот если мы сейчас с тебя все это сдерем, то тогда ты можешь какую-то конкуренцию составить. Ладно, я тебе упрощу, короче. Надо для зрителя, чтобы потом не сказали, что мы съехали, мы должны ответить на этот вопрос. Короче, я решил к примеру, я решил все деньги свои потратить на подготовку, вот я пришел конкретно к тебе и говорю, вот, а теперь я хочу быть там не просто, я не знаю, в зал ходить, фитнесом заниматься, а хочу вот иметь форму профессионального бодибилдера. Сколько мне времени и денег придется потратить? ты не получишь ответ. Уровень? Нет, почему? Получить-то можно, просто тут вопрос, я говорю, если достаточное количество времени человек выделяет на это, если способен соблюдать питание, если способен грамотно мониторить. Вот я даже выступал раньше там на каких-то любительских турнирах. Я думаю, года два-два с половиной для того, чтобы действительно составлять конкуренцию на территории России. Но это очень мало. Это относительно мало, но на длительном промежутке времени это дохуя. Потому что вот человека посади на диету на три месяца, он уже будет говорить, блядь, три месяца, это 60, блядь, три дня, там, или 62. Нет, я к тому, что, знаешь, для обычного обывателя, то есть, если задуматься, то есть, по сути, за два-три года можно очень кардинально себя получается поменять. Да, блин, за неделю может жизнь поменяться у человека. Вопрос только в том, в какую сторону она меняется. Нет, я имею в виду визуально, в физически. Фактор стресса, например, умирает близкий человек, человек может похудеть просто за неделю на килограмм 15. Нет, ну здесь как бы я про положительные изменения. Я о том, что многих в голове нет такого, что, типа, ну, они думают, как, мне придется, там, допустим, пять лет херачить, чтобы там просто похудеть. А мы здесь говорим о том, что за три года можно вообще на профессиональных турнирах там даже пробовать, хотя бы пробовать выступать. Почему нет? Ладно, пускай не побеждать. Я сталкивался с такими примерами, когда человек просто с психу менял все окружение, с психу менял свое отношение к жизни, приходил в спорт и занимал хорошие места на соревнованиях, там, первенство Москвы, первенство Ленинградской области, там, чемпионат России, человек в топах был. То есть, ну, я скажу так, Россия, если в рамках, допустим, европейских турниров брать, у нас русские ребята, они довольно-таки очень конкурентоспособные. Подчеркнем вот что, вот возьмем даже Ангелину, да, можем мы ее за три года подготовить, ну, там, просто, опять же, что пускай там она как-то супер не побеждала, но там на тоже проф-турниры прям. То есть, прям речь о... Ну, сроки примерно такие же и будут. Такие же и будут, но мы учитываем тот факт, что человек тратит очень много ресурсов. То есть, это фармакология, это спортивное питание, это необходимое количество тренировок в зале, а это не три раза в неделю, это значительно больше. Кстати, спойлер, на двух тренировках в неделю и на трех к соревнованиям по бодибилдингу не подготовиться. Тем, кто вам говорят, там, три тренировки в неделю это оверлот, ребят, это невозможно. Это нужно после каждой тренировки идти хуярить, блять, в шахту или на дачу к бабушке круглый год, в Краснодар, где всегда солнце, где всегда нужно вспахивать землю и работать руками весь день. Вот в этом случае возможно. В остальных случаях, когда ты три раза в неделю, там, час тридцать, два часа край позанимался, пришел домой, я молодец, я сусусь, ты не сусайся. Это совершенно другая история. Я думаю, что да, это мы сейчас обсудим, это вот скорее всего к сторону, наверное, наоборот, любительского чего-то такого, типа там, поддержание какой-то более-менее формы, можно же за три тренировки в неделю? Три тренировки в неделю, чтобы просто держать тело в нормальном состоянии, но... нигде не выступать, просто вот в том. При этом не выглядеть, скажем так, именно атлетично с точки зрения соревновательного атлета вполне возможно. Да. То есть это такая средняя, хорошая, красивая форма. Да, вполне реальная. Вот я про это. Вполне реальная. Да. То есть, когда мы вообще не ведем разговор, у нас какие-то задачи. Опять же, мы же не будем толстеть на трех тренировках в неделю. Ну, смотрю. Относительно, смотрю на остальных пунктов. Да, есть соблюдение остальных пунктов. Вот. Окей. У меня вопрос. Так. Сколько стоит поучаствовать в соревнованиях? Какой там идет взнос? Он же есть? Траты, на самом деле, в соревновательном бодибилдинге, они очень забавные. Они начинаются на этапе до того, как ты начинаешь выступать. Это вступление в федерацию. То есть, единственное исключение, это федерации, которые не котируются на территории России. Это у нас NPC, NBC, и то, и то, запизделся. В NPC, когда вступаешь, ты платишь взнос. Там есть членский взнос. Вот. В NBC взноса точно нет. Я не сталкивался с этим. В ФБФРе, во-первых, есть два момента. Первое, это при вступлении в региональную федерацию, то есть, допустим, мы проживаем на территории Самары, у нас самарская прописка, мы являемся представителями, если мы говорим утрированно, федерации Самарской области по бодибилдингу и фитнесу. Естественно, чтобы в нее вступить или выступать вообще в целом, ты должен оплатить взнос членский и вступить в эту федерацию. Тебе выдают либо там пластиковую карточку, блядь, либо этикетку с наклейкой, что ты молодец, ты с нами. Или привет, меня зовут там Сережа, и там ФБФР, это ФБФСО там, не знаю, написано. Все. То есть, так или иначе, ты для того, чтобы выступать, ты должен сначала закрепиться за, грубо говоря, местной федерацией, потом ты вступаешь в федерацию бодибилдинга России, когда ты приезжаешь на чемпионат России, к примеру. То есть, там автоматически тоже взносик платится. Вот. Касаемо турниров, опять-таки, градация цен зависит от того, что из себя турнир представляет. Если это региональный турнир, это одна цена. Если это, допустим, чемпионат Москвы, там, допустим, Питера, это другая цена, потому что он выше. Хотя, по факту, это городской турнир считается. То есть, есть же у нас турнир городской, например, да, и турнир областной. Естественно, областной, он выше, он охватывает территориальное вмешательство спортсменов больше. Естественно, допустим, если мы рассматриваем чемпионат России, это еще масштабнее турнир, вследствие чего, естественно, повышается, грубо говоря, стартовый взнос. Потом, ну, элементарно, самая распространенная трата, допустим, если мы говорим про твой вопрос, ты задала, это грим и это сценический образ у девочки. Нет, ты знаешь, про что больше? Я говорю, как раз-таки про взнос. Вот ты, допустим, такой, готовишься к соревнованиям и зарекомендовал себя там на соревнования, я не знаю, пускай в этом ПФО, если есть такое, вот, сколько ты отдашь за то, чтобы просто участвовать и что ты получишь, если ты займешь призовое место? Это вообще хоть как-то окупается, я вот в этом... Конечно нет. Но ты выступаешь, тебе могут определенного ряда дать потешить твое тщеславие кубок, медалька. Медальку, слава богу, стали делать не со спортмастерами, который цифрка 1 отклеивается со временем, а что-то такое с гравировочкой там. Я, чтобы мы не противоречили, сами себе, но в взгляде на зрителя, я подчеркну, что получается не окупаются мелкие турниры, мелкие соревнования. А когда мы достигаем определенного высокого уровня, мы уже можем это отбить. Слушай, любой род деятельности, в котором ты становишься профессионалом, он тебе может приносить доход. Я всегда сравниваю с прошлой жизнью, я учился в художественной школе, довольно-таки неплохо рисую и скульптуру леплю. Естественно, на любительском уровне, если там слепишь, там, я не знаю, крокодильчика, он у тебя просто будет стоять на подоконнике и такой, блядь, я крокодильчик склепил. А если ты, допустим, я не знаю, сделаешь какую-то очень красивую композицию, там, как, я не знаю, Герако убьет немейского льва высотой, там, примерно, знаешь, вот такую, я думаю, это будет внушительно смотреться и такую работу можно неплохо продать. То же самое, один человек рисует на дому что-то, другой выставки организовывают, на которую приходит человек, он платит деньги, чтобы посмотреть и оценить его творческий, собственно говоря, потенциал и его работы. Это другой совершенно уже уровень, при этом человек и тот, и тот тоже рисует, и у того, и того, дырка на носке, блядь, и тот, и тот, блядь, я не знаю, гуляет с собакой с утра. То есть род деятельности у них один, существование плюс-минус идентичное, но уровень мастерства разный, вследствие чего, естественно и доходы разные. Один в это вкладывается, другой непосредственно уже получается с этого какие-то деньги. Но здесь вот ты говоришь, что и тот, и тот, например, может рисовать, здесь важны еще имя. Ты можешь быть обычным тренером, а может быть, можешь быть именитым тренером. Погоди, вот мы сейчас говорим о становлении человека, правильно? Он не может сразу стать известным. То есть это в любом случае отрезок времени, который он должен преодолеть, для того, чтобы его имя что-то значило. И то я тебе скажу больший момент. Не всегда имя, которое ты создаешь, оно работает. Мы сейчас живем в промежутке соцсетей, в которых порой, блядь, просто чувак, который вот так вот ходит, эй, блядь, у него, блядь, 5000 просмотров, я не знаю, там за 2 часа, суммарно он является очень популярным, и он может что-то продавать, отчуждать. А есть человек, действительно, который имеет какой-то потенциал, у него, в прямом смысле слова, из-за его рода деятельности, получается какой-то конкретный продукт, который может нести пользу, и он на этом будет не зарабатывать. А тот просто, я не знаю, там с бутылкой минералки сфоткался, все, у него уже денежка есть. У нас уже этот вопрос на моем канале обсуждал, сейчас зрителям будет интересно, просто. Вот. Очень, очень много комментариев. Вот, есть мнение, что, соответственно, метан наш любимый, все-таки он устаревший препарат, его при желании, да, опять же, мы говорим о людях, кто все-таки вкладывает в себя деньги, не экономит, не рассматривает студентов, что при желании можно заменить, им не пользоваться, ввиду его токсичности, задержки жидкости, там, и так далее. Вот ты как считаешь, вот метан, это вот до сих пор наш все, чем его не заменить, нужно его юзать, или все-таки нужно отказываться и идти дальше? Ну, опять-таки, степень воздействия препаратов, она отличается элементарно от степени его внедрения в человека, естественно, если он проходит ЖКТ, у него будет определенный ряд токсичности на организм оказывается, степень токсичности тоже зависит от его химической структуры, ну, это теория, грубо говоря, естественно, допустим, такие препараты, как метан, туринобол, оксиметалон, саназолон, не токсичны, есть, говорят, исключение, допустим, ановар, тот же самый, Оксандра Волода. Здесь видишь, какой подход, что типа это такая база, которая, ну, то есть вот в народе особо не сложилась. Я бы не сказал, что это база, для меня база является тестостерон, вот, сейчас это все-таки, а у нас еще остался в советское время к метану такое отношение. Я считаю, что таким людям можно, в принципе, осуществить следующее, просто взять цепианат и попробовать цепианат. Почему? Потому что цепианат эфир долгий, вспышек никаких не будет, опять-таки, анаболический индекс у него ниже любого-любого другого препарата, допустим, тот же самый Небида, если у него есть возможность достать, можно попробовать даже с него. То есть он задаст ровный фон, человек будет восстанавливаться на порядок лучше, но при этом скачков никаких не будет и физические воздействия токсичного на него не будет оказано. Поэтому как вариант можно использовать его. Присоединяюсь, дорогие друзья. То есть это спокойный вариант эфира, который высвобождается, умеренно работает, он долго ставит его, регулярно не надо, как тот же самый пропионат. Поэтому практически... Вообще есть какие-то случаи, когда метан ничем нельзя заменить? Слушай, да я считаю, что все заменимо. Ну то есть это не принципиально использовать? Не принципиально, это просто препарат, который временем проверен, его никто убирать не будет. Стероиды доказали свою эффективность. Я просто очень люблю историю. Вообще по факту, если мне не изменяет память, первый у нас стероид, который был в принципе синтезирован, это этот, как его, сейчас вспомню, как же он называется-то? Метилтесостерон, по-моему. Потом уже метандресостерон появился, если не ошибаюсь. И его использовали во времена как раз фашистской Германии. То есть они на плавании очень активно очень любили использовать. То есть это временем, годами все дело, собственно говоря, изучено было, протестировано. Многие препараты вошли в группу анаболических стероидов, вообще изначально не имея такого назначения. Тот же самый, допустим, Оксандролон, почитайте, пожалуйста, прямое его медицинское назначение, которое было изначально. Препарат стимулирует получается иммунную систему, он был по факту использован часто в медицине для того, чтобы продлевать жизнедеятельность людей, которые являются носителями ВИЧ и СПИДа. То есть это тоже его назначение. Про Оксандролон ты же говоришь, да? Нет, про Оксандролон. Про Оксандролон. Элементарно, тестостеронные эфиры длинные они используют для того, чтобы увеличивать регенерацию мягких тканей. При ожогах, например, также. Тот же самый, блин, метан элементарно. Медицинское назначение имеет борьба при железной анемии, то есть аутоиммунных заболеваний лечения. То есть тоже назначение спектр большой. Просто потом, опять же таки, как я уже говорил, происходит определенная эволюция в медицине, появляются аналоги, которые не имеют таких побочных эффектов. И как я уже говорил до этого, что спортсмены это народ припизнутый, который любит использовать все подряд. И именно методом практического использования люди доказали, что, о, блядь, а это оказывается работает. И начали использовать. Часто также можно заметить использование наркотических веществ, так же, как кокаин, например, мифедрина, эфедрина того же самого, которые используют футболиста для бега, для динамики работы, для очень таких вот тяжелых, многофункциональных каких-то действий. Опять же таки, далеко ходить не надо. Изначально предназначение было одно, впоследствии уже выявили совершенно другой эффект. Но самое главное, что хочу подчеркнуть здесь, вот допустим, это не обязательно, что, допустим, спортсмен, ну, суперпрофессиональный, даже, неважно там, футболист или бодибилдер, он то или иное вещество ничем не может заменить. Нет. И что результат вот дает вот только там вот эта схема и больше никакая. Конечно, есть аналоги. То есть у нас рынок сейчас эволюционирует. То есть если посмотреть перечень веществ, сейчас какие есть, сейчас новый астероид появился, генный допинг. Кто не в теме, можете почитать. GV 1716, по-моему, называется. Тоже очень интересная тема. Интересные исследования были проделаны. Препарат, который не имеет по факту воздействия на тестикулы. То есть на гиполамус, гипофис и яички элементарно. То есть на гормональную систему. Препарат абсолютно новый. Абсолютно новый. Единственное, что могу сказать, чего мы сейчас боимся, это то, что мало информации о онкологических рисках. Да, исследований еще на эту тему пока не было. И все. То есть как только, я думаю, если подтвердят, что нет онкологических рисков, ну, это будет бомба просто. Потому что это вообще... Русско всему элементарно. Не стоит забывать, что потом в свое время появился следующий аналог препаратов, которые отнесли к анаболическим гормон роста. Потом появились люди, которые начали использовать инсулин. Притом этот взрыв произошел, когда на Олимпе начал выигрывать Дориан Ядс, Ронни Колман, Кевин Леврон. Как раз такие вот 90-е, 2000-е годы. Это вот такой скачок, когда гипермасса поперла, люди стали удивляться, а как они, блядь, вообще такие появились. Тут у нас был Лихейни, эстетичный, здоровый, красивый негр, допустим. Форма, пропорции, хуяк выходит Дориан. Притом очень интересное замещение произошло. Хейни, по-моему, никто не выиграл. То есть он ушел непобежденным. То есть просто Хейни отдал следующий сезон полностью вакантным он его сделал. То есть он ушел, все. Как говорится, любой будет чемпион, кто сможет за это побороться. Стал Дориан. И он потом эту площадку занял лет на 5-6. После этого уже потом появился Роми. А вот смотри, допустим, с учетом современных твоих знаний, как ты считаешь, есть какая-то группа, допустим, если человек становится профессионалом, даже, как ты говорил, как сибириан, то есть мы можем сказать, что ему надо обязательно колоть тринобалон, вот именно тринобалон колоть, иначе он не выйдет на эти соревнования. Я думаю, нет. Или ему надо ставить инсулин, и без инсулина он ничего не сможет. Опять-таки, мы сейчас разговариваем о чем? О том, что он готовится на длительном промежутке времени. У кого проблема с набором мышечной массы, как правило, это связано с малым выделением ферментов для пищеварения, допустим, каких-то больших объемов пищи, потому что мы говорим о массонаборе колоссальном. То есть, подчеркну, проблема не всегда в самих препаратах, может быть. Конечно, конечно. Препарат увеличивает по факту метаболизм, и он улучшает синтез белка в организме. То есть, увеличивается восстановление. То есть, если многие говорят, этот стероид для сушки, это для набора мышечной массы, мне кажется, это все билиберда. Ускоряется процесс восстановления, вследствие чего спортсмен может лучше, интенсивнее заниматься, и, мало того, может форсировать определенный ряд перемен тренировочного процесса. То есть, у него, например, самый естественный, допустим, фактор, он может форсироваться. Это силовая прогрессия. Человек становится банально сильнее, вследствие чего он может брать вес больше, он растет лучше. плюс ко всему мы берем опять-таки процесс восстановления процесс восстановления чего у нас входит это питание это сон это отсутствие стресса то есть факторов внешне окружающей среды если человек похуист ему вообще похер при нем блять машину перернулся он так вот просто стаканчик воды выпьет скажет дерьмо случается то есть его ничто не может выбить из клеи он будет нормально в принципе расти другое дело если человек у нас на стрессе находится ты мой не знаю там дозировки колоссальный давай он все равно будет кортизолить так что там не знаю как будто он после холокоста вышел поэтому в моем понимании это просто средства достижения именно улучшения восстановили обосновления другой вопрос просто многие препараты добавляются тогда когда чего-то не хватает то есть тот же инсулин он используется для чего чтобы человек мог мало того большее количество пищи совершить и объем пищи допустим поглотить и чтоб транспортная система справлялась и доставляла необходимые вот эти нутриенты покровить чтобы он лучше восстанавливался и рот потому что инсулин самый сильный сейчас на всю историю анаболик я с тем что да самый сильный я согласен но блин мне кажется самый чудовищный урон чудовищный все каждый кто скажем так начинает использовать стоит понимать что допустим гормональная система она способна к восстановлению в принципе ее можно установить даже в тяжелых случаях а вот например диабет он не лечится все ты с ним уже живешь и вот такими шутками можно так тебе хорошо поздорове шлепнуть что потом по жизни на этом инсулине придет я здесь уточню чисто для зрителей но чтобы они это сергей имеет ввиду что то есть допустим мы можем восстановить вам гипофизарную систему можем восстановить вам как правило тестикулы с этим проблем нет и есть огромный ряд количество препаратов которые постоянно обсуждаем спорим на ю тубе да и вы про это смотрите а соответственно по поджелудочной железе просто и то и другое является гормонами чтобы они раз это вот по поджелудочной железе к сожалению у нас даже те друзья не забывайте поставить лайк и подписаться на канал эклитические препараты которые есть их очень мало рабочих каких-то адекватных нормальных не вот и соответственно я уж молчу про то что для первого диабета у нас вообще выбор либо инсулин либо инсулин и для первого диабета ничего кроме инсулина не придумали но там длина у него разная но все но принцип один и тоже например на основе ты регулярно его ставишь а самое чудовищное состояние мне кажется как человек с собой носит катетер вот этот который здесь устанавливается он сам тебе щелки ну постоянно как это удобнее смысл то тоже просто это удобнее на самом деле носу валюта в чем вовремя не кольнулся вещества нет ты можешь упасть да в любом случае это это очень плохо а уж про гангрены там и все поборо и побочные эффекты сахарного диабета тут можно прям открыть гугл и посмотреть что там к чему кому ногу я забыл леврону отрезали нет флексу флексу вы вылево до на лиц он целый слава богу так что это прям ну такое и я думаю что здесь ну конечно там типа тромбозы но хотя тромбозы вот пожалуйста тоже эффект диабета да чё не возьми это диабет слушай если не изменяет память то у флексу улера были проблемы еще с почками но это тоже тоже отдельная кстати тоже такой спойлер умирает не от наболических стероидов это стоит сразу понять многим максимум от чего могут наверное умереть это от побочек его использования то есть элементарно абсцесс который у тебя лопнул где-то где не попаде получил заражение крови сепсис человек от этого может умереть это фактор исходящий просто из употребления но он не является напрямую то же самое многие проблемы связанные там с острым панкреатитом например это никак не связано с этим то что в светлой памяти берегову алексею не давать это разыгрался тот же самый например дастин маккавер который подавился куском хлеба мне кажется когда он как раз инсулин себе уколол это опять же таки это просто оценочное суждение это мысли вслух может быть этого и не было ну вот но опять-таки от инсулина поймал гипогликемия который просто купировать не смогли человек упал и ушел все но здесь я вот при приведу яркий пример нас есть с курением до ситуация но чтобы зрителю было понятно есть термин соответственно это фактор риска то есть у нас курение это фактор риска онкологических заболеваний само по себе вы не найдете но скорее всего ни одного исследования где бы вот гвады из жизни не найдете примеров где говорилось что человек выкурил пачку сигарет и у него завтра я не знаю там рак горло появился ровно от пачки сигарет стандартно у всех и мы знаем те примеры у кого бабушки и дедушки там курили много лет всю жизнь и у них ничего а другой выкурил там условно две с половиной сигареты и сразу помер от чего то может у него там если не соответственно онкология то сердцем плохо стало даму что мы не знаем что он вообще там сердечник страшный у него там 500 заболеваний на миокарда вполне возможно да это я к чему стероидами же то же самое по сути можно по сути да то есть если у тебя соответственно миллион проблем со здоровьем ну конечно это тебя просто возможно убьет как и любое там и варим кого даже можно как сказать не убьет а добьет добьет да 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 добить да но на этом же уровне может добить и алкоголь тот же верно может запросто можно сколько этих случаев когда люди умирают даже от небольших доз алкоголь но я имею ввиду сочетание с заболевания заболевания какие-то язвы элементарный человек рюмочку 2 выпил язва открылась и умер все и не надо тебе никаких там анаболических стероидов еще раз низко в зоне риска да так что задумайтесь дорогие друзья это я потому что все если кажется есть я все дело только в дозе и показаниях и том числе не надо судить об этом так скажем так вот как-то прямолинейно да там вот очень часто это это плохо а это хорошо ну это вы машину выбираете да это плохо или хорошо там кому-то нужна гоночная кому-то грузовая кому-то такая команда разные ситуации вообще жизненно многогранная дорогие друзья уйти ангелина тут у тебя как у обывателя как у девушки вот какие стереотипы о применении анаболических стероидах вот что что ты думаешь вот да вот у тебя муж придет и скажет ангелина я хочу у колоться будешь мне колоть я сама колоть не буду я один раз пыталась уколоть человека я 40 минут смотрела видео на ю тубе так и не уколола ну хорошо ты как к этому отнесешься да ну не знаю на самом деле если это необходимо то наверное почему бы нет сама я на самом деле против спортсменов на которые там сказать я погружалась в эту тему более глубоко допустим вредно ли девушки вообще колоться в плане здоровье и потом ну чтобы рожать или еще что-то там же гормональная система очень сильно сбивается насколько я знаю вот и поэтому но если бы я такая вот я начну там готовиться у кого-то наверное нет то есть я негативно к этому отношусь что один раз на курсе всегда тут знаешь я тебе как скажу если говорить откровенно может человек один раз воспользоваться стероидами потом например их бросить спокойно вопрос в чем вопрос в том что человек который хотя бы раз использовал он потом понимает что его жизнь она менялась он лучше восстанавливается он лучше спит он более динамичным более подвижный состояние человеческого организма она меняется мы наш какой хороший пример возьми 40-летних двух ребят мужиков одному дай допустим там я не знаю того же самого цепи она то там кубик в неделю и другой просто пускай будет так жить у того жизнь перевернется в два раза сильнее он будет более активный более подвижный но будет чувствовать прилив сил и тому подобное его это состояние будет не то чтобы устраивать она будет его просто погружать в себя все больше и больше будет понимать что сил хватает на больше какие-то действия а потом он после этого возвращается в исходное свое состояние в котором он становится более пассивный более спокойный такой ему меньше этого надо естественно просто это состояние хочется вернуть слушай ну это знаешь как я все скажу вот и зарабатываешь допустим полляма в месяц посади тебя на сотку ты всегда будешь хотеть снова вернуть полляма то дело в том что мы создание поганые люди вообще мы очень быстро привыкаем к зоне комфорта это раз во вторых мы больше привыкаем к ресурсам которые нас внедряются не зря же говорят что если человек зарабатывал 30 тысяч ты ему на постоянной основе будешь давать 100 тысяч он впоследствии будет тратить 130 тысяч то есть он не может продолжить жить на 30 а сотку откладывать он будет увеличивать расходы появятся новые потребности которые надо закрывать если этому скажу что у меня появилась эта возможность он потом к этому привыкнет потом ты его лишаешь этого если чем потом начинает просто не понимать как он жил до этого он даже не жил получается он выживал принцип тот же самый только видишь в чем суть денежные средства они помогают человеку быть свободно в плане какой-то сферы реализации сферы трат сферы путешествий то есть он получает такую некую свободу возможно действий а ресурсы человеческие они дают возможность принципе тебе существовать комфортнее продуктивнее исходя из этого это состояние она привлекает больше вот и человек поэтому который когда-то прибегал к этому он хочет снова это состояние получить пошел понимать я могу заработать больше денег я могу там больше себя реализовать у меня тело омолаживается там я остановлюсь более активным более интересным ему даже становится знаешь как он более любознательный становится у него сил появляется больше на чтение книг на изучение литературы то есть этот момент он же тоже есть на самом деле слушай там кстати это очень хорошо показано в гипертрофированной сфере наверное так и знаешь это очень 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 сильно увеличена потому что там же там есть коренная разница я здесь немножко просто и для зрителя тоже поясню дело в том что я как человек и книжку читавший фанат этого фильма и книги вот там на нее вспомните и фильме это тоже проигрывалось на нее подсаживались она имела наркотических и стероидами обладают то есть сами по себе как химическое вещество после нет синдром сами по себе как химическое вещество нет синдрома отмены у нас ну то есть если ты даже резко уберешь у тебя ломки как у наркомана не будет психологическая да да будет для здоровья вред потому что у тебя упали собственные гормоны но все что мы постоянно проговорим но у тебя такого что вот у тебя там сопли слюни тебе плохо и тебе надо обязательно ширнуться где-то дилера найти ну а таком еще никто не слышал не стоит забывать еще такой момент что эти все препараты что наркотики да что например анаболические стероиды медицине часто используются то есть тот же самый морфин он используется тогда когда человек например борется с онкологией есть какая-то острая боль пулевое ранение резкое внедрение провоцирует тот факт что он обезболен но он же потом не подсаживается на него почему то что было экстренное его применение по ним по необходимости по назначению по сути мы же говорим про применение каких-то препаратов не по назначению то следствие чего человек уже есть видение того что он хочет от них добиться и когда он этого начинает получать этого касаться он хочет это снова вернуть надо результат который у тебя в руках будет при том как я уже сказал человек создание отвратительное потому что мышцы это адаптация окружающей среде то есть у тебя повышает уровень стресса ты механическим образом показываю что потребность в нужной мускулатуре тебе есть и поэтому человек собственно говоря используете фармакологические собственно говоря препараты он увеличивает нужду в этом у него организм начинает работать адаптироваться и происходит набор мышечной массы почему например нельзя это сделать просто ставить себе я не знаю препарат потому что нету ужесточение окружающей среды факторов этих нет вследствие чего роста мышечные просто структуры его она будет отсутствовать то есть она будет крепнуть но она не будет вот таких размеров колоссальных набирать потому что стресса нет то есть элементарно же применяют тот же самый амнадрен то есть у него есть прямое медицинское назначение если по назначению использовать я не думаю что там будет такой эффект что там у меня не знаю вышел как халл зеленый такой здоровый нет конечно просто да это же используется внепланово то есть у нас огромное количество онкобольных вот как раз практически используют да там яичек нет тестостерон он свой собственно не выработает никогда но и чтобы не было проблем с дефицитом гормона из главных вот пример но они же не ходят качками хотя он может есть некоторые кто-то но чувствует себя получше не такие ну поставлю два кубика там не назначили один не все равно не потому что рост мышечной массы происходит только в ответ на стресс конечно конечно все взаимосвязано хотя может быть вот будет новый какой-то допинг опять-таки тут еще какой момент вот многие же пример приводит там допустим бодибилдеров которые бросали на долгий промежуток времени кевин левроне творческая личность певец актер там все вместе взятых бросил на год вообще никакой стал начал тренироваться за полгода раздулся снова соревновательной формы там все смотрят как это получается уровень стресса мышечная память помимо этого опять-таки использование анаболических стероидов они возвращают его в его окружающую среду снова становится хищником которому надо бегать что-то ловить и это называю все а до этого у него не было такого то есть он просто был обычный человек стеренистический перетренировка человеком 2-3 раз в неделю вдруг оказывается перетренировка вот ты доходил до этого состояния сколько тебе надо тренироваться чтобы дойти я знаешь как скажу у меня наверное были пару таких моментов жизни когда я ничего не хотел делать но они были связаны с тем что перетренировался с уровнем стресса который я переносил то есть это больше моральная составляющая то есть это меня был случай в жизни когда я потерял очень близкого человека в молодом возрасте естественно в моменте я не хотел вообще ничего то есть там общая апатия такая депрессия такая своего рода но опять-таки не буду принимать такие термины почему потому что это психолог может психотерапевт это назначить допустим до диагноз скажу именно что я на тот момент испытывал ты ничего не хочешь ты хочешь спрятаться тебе ничего не хочется делать и ты ничего вокруг себя не видишь ты 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 замыкаешься в себе и морально ты устаешь от того что ты делал до этого то есть для меня допустим тренировочный процесс был приятный потом впоследствии как будто бы стал ненужный то есть вот такого состояния я вот доходил но опять же таки это не перетренированность это вот именно психология психосоматика как угодно это можно назвать уровень наверное перетренировать у любого другого человека это тоже связано с тем что во первых профессиональный спортсмен я ни разу не видел чтобы столкнулся перетренированность знаешь почему у него есть цель у него чемпионат на кону какая нахуй перетренированность он скажет я печень нахуй выблюю я обратно трамбую дальше от велик буду крутить он упал в обморок отряхнулся он подход здесь опять же вот критерии скажи мне и вот ты как тем более человек который именно высота так скажем достигал и в пауэрлифтинге критерий перетренированности пауэрлифтинге бодибилдинге совершенно же разный разный потому что объем работы разный это раз во вторых характер тренировок разный и следствие чего опять-таки cns например больше уматываться в пауэрлифтинге сразу говорю почему потому что процесс накачки допустим крови мускулатуры он протекает довольно таки благоприятно так созидательно в пауэрлифтинге нет понятия накачки то в пауэрлифтинге есть понятие поднятый тобой вес исходя из этого ты когда испытываешь какие-то нагрузки базовых упражнений там те же самых приседаниях там не знаете чуть ли не капилляры лопаются в глазах а порой лопаются в глазах я тоже могу сказать вон ты естественно можно банально охуеть и на две недели допустим ты не захочешь ничего делать распространенный наверное мне кажется эффект при тренированности это ломкость суставах то есть ты просто чувствуешь как будто тебя били то есть разбитость ломкой суставов чтобы ты не брал у тебя прям дискомфорт жесткий связки до колоссальное давление до второе у тебя голова не готова к повышению весов то есть лишь когда тренируешься ты доходишь до определенного веса путем разминки ты должен рабочие подходы сделать и ты понимаешь дошел до подхода тебе морально ничего не хочется то есть ты понимаешь что ты вот уже все в третьих тренировка просто банально начинает вызывать такой дискомфорт внутренний несостыковку все то есть вот это наверное те показатели в которых банально просто нужно дать человеку отдохнуть я бы дал бы допустим две недели желательно вообще даже не заходить тренажерный зал но опять таки деятельность таких людей она связана как правило с осуществлением своей рабочей деятельности то есть человек как правило тренер то есть от этого становится еще сложнее его еще от работы может отталкивать такое тоже бывает спортсмен же творческие люди только механически по большей степени вот так что здесь банально все просто надо дать человеку отдохнуть желательно занять голову чем-то другим побольше проводить времени в покое расслабляться кушать комфортно вот тогда в этом случае думаю что перетренированность она пройдет но опять таки я вот например в своем личном эмпирическом опыте с этим не столкнулся ни разу меня такого не было я сталкивался с тем что я надрывался растягивал связки там вынужденно ты делаешь отдых чтобы не порваться до конца да это было а вот именно психологический фактор при тренированности никогда такого не доходил такого не было тут опять-таки скажу по своему личному опыту за две недели максим что-то сделаешь сгонишь воду это раз во вторых ты можешь похудеть мышцами это два это самый распространенный стресс то есть человек просто уменьшает потребление белка углеводов жиров человек худеет но он худеет полностью комплексно то есть не уходит вода из него уходит жир но по большей степени уходит мышцы человек просто уменьшается почему например многие диеты впоследствии потом работают хуже то есть допустим сидеть там на той же вареной гречечки там с грудочкой вот это то есть сначала он похудел там на 8 килограммов классный результат или там девочка такая красота какая конфетка потом она снова набрала отожралась бах она снова садится где-то на уже худеет там не на 8 килограмм она 5 или максимум там на 4 нарастающие инсулино-резистент да то есть факторов много но один из самых распространенных тоже человек похудел мускулатуры костной то есть у него мышечный объем уменьшились а жир и вода у него остаются вода это вообще такая переменная которая очень легко нагнетается и уходит то есть хороший пример дренажные массажи которые они так вот даже та же самая сфера да я например почему привожу в пример именно спортивной отрасли потому что ну я с ней сталкиваюсь чаще всего сгонка воды и потом гиперкомпенсация воды тоже человек так отекать такая ряшка становится ты на него надавил у него блять белый след будет проходить я не знаю минуты четыре то есть тоже колоссальный такой момент просто нужно грамотно питаться это раз и вводить это все постоянно снова это два в третьих худеют очень хорошо еще те люди которые в принципе имеют огромный избыток подкожного жира первое время худеет колоссально можно нормальные такие результаты за месяц сделать на 5 таки мы говорим о человеческом организме как я повторюсь это поганая вещь адаптируется к чему угодно потом в дальнейшем этот стресс надо поддерживать поэтому тоже вот я например вот в эти марафоны скептично к нему очень отношусь потому что там достигается результат резко быстро а дальше потом что человеку с этим делать как этот результат закрепить купать новый марафон ну возможно и так но мне кажется есть какая-то польза то есть если человек сам как-то осознанно подходит к этому и он принимает не то что как диету а наверное как образ жизни вот как девочки они например хотят похудеть нужно же не то что какую-то диету используйте просто принять то что допустим ты должна питаться так чтобы выглядеть так тренироваться столько-то если короче к этому подойти с головой мне кажется это нормально а так по большей степени нет потому что обещает просто какой-то результат типа там реально за две недели я думаю что весь по вся проблема подхода да и восприятие человек который воспринимает если человеку донесли или человек сам осознал что мне так кроме этих двух недель нужно жить но там всю жизнь по сути да а если она такая ужмусь на две недели буду пить только воду не знаю там четыре часа на дорожке а потом да короче она торты ест пиво пьет вот это вот раскачивание сулина резистентности то о чем я вам хотел сказать ну то есть соответственно когда человек короткое время на диете потом он живет как не в себя бухает и на стероида кстати серёга вот не дай мне соврать огромное количество посетителей в зале которые типа я качаюсь для себя на колю стероиды то же самое стероида им нивелирует какое-то количество лишнего сахара лишнего жира он это бухает живет потом у него пк т на пк т он откатывается еще больше набирает биме за свет называю то есть и вот это вот понимаешь то пусто то густо то есть он может быть даже какое-то время чуть по диете что-то еще но потом у него по гормонам дефицит сам он пьет пиво естественно во время пк т там жрет торты ну и почему получается странена ошибка наверное таких людей это несерьезный подход у многих такое убеждение что вот я там поставлю у меня не будет никаких проблем проблема в чем есть критерии которые отслеживаются внешне то есть поебалу человек получил не у синяк этот критерий физический а то что происходит внутри он может не замечать вот например образование язвы человек замечает да нет вот когда его шубанула так что там под себя сходила не знаю упал там ходить не может вот он только тогда поймет для что-то не так что-то что-то меня постоянно колит мучает беспокоит в этом случае он обратит на это внимание гормональная система она также устроена человек может скинуть на чего угодно ой нечет так грустно я плакать хочу наверное что-то не то в жизни происходит он скидывает на что угодно но не на гормоны у нас нет такого понятия отслеживания гормональной системы вообще вот задать вопрос любому обывателю ты вообще сдавал анализы на гормоны вот особенно к полным людям подходишь то он вообще не бьет что у него организме происходит там я не знаю спурфики размножаются внутри он не понимает на вопрос сидит блять ну не знаю там наверное гармошка какая-то это гармонь там или еще что ты его спросишь он не поймет а сдаешь анализы там вообще подарок happy meal просто комплект батарейки не входит и все и потом начинается жара там оказывается у нас щитовидкой проблемы с инсулином проблемы а потом еще может он сдавать допустим если там еще и такой я его называю сатир или черепашка ниндзя там панцирь на нем сзади оказывается у него там с эстрогеном с пролактином проблемы со лтст проблемы а он там гонит на то что он там я не знаю но у меня период подростковой зрелости до сих пор идет тебе блять 30 лет нахуй какая взрелость блять ты чё блять ты чё не знаешь кто сильнее рыбакопа терминатор до сих пор уточняешь ты подростковый блин этой херней занимаешься это бред то есть опять таки люди не мониторит свое здоровье изначально подход должен быть серьезный подхода нету естественно появляется вот эти проблемы а проблема еще заключается в том что потом они начинают это все спускать на нет потому что купить вот эти вот укольчики таблетки он купил а купить то что приведет его в норму он покупать не хочет потому что это тоже денег стоит оказывается во вторых это соблюдение определенных рядов манипуляции организма элементарно не пить алкоголь для некоторых как это не пить алкоголь ты что я думаю нормально то есть для тебя только цирроз печени да это единственный выход из ситуации что тебе нельзя пить или тебя закодировать надо или в секту какую-то записать чтобы ты пить бросил ну вот опять такой же момент то есть просто отсутствие серьезного подхода к вещам отсутствие адекватного мышления во время процесса и непосредственно отсутствие просто контроля после завершения этого процесса они все на самотек пускает поэтому получается все на вот сегодня мы сергеем ехали как раз до сюда в такси обсуждали момент то есть вот как раз пациентка которую мы обсуждали до яркий пример то есть человек не до когда мы ведем человека мы человеку назначаем определенные соответственно там препараты допустим исследования человек получает какой-то частичный результат улучшение потом жалобы присутствует человек приходит это я вот еще вспомнил что у меня еще есть какие-то жалобы да там допустим на сердечно-сосудистую систему еще что-то мы ему говорим слушай но тебе нужно там исследовать сердечно-сосудистую систему логично раз на нее есть жалобы просто появилась рассмотр сегодня 8 очки недоисследовать вот потому что закончились может быть деньги еще что-то а самая распространенная когда люди на курсе анаболических стероидов и он как бы не рассчитал здоровье получается что ему на здоровье надо там не 20 тысяч а 200 тысяч и мотивация теряется да 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 и мотивация теряется и в итоге он резко бросает анаболические стероиды без исследования ну то есть без по кт и в итоге он недолечивает себе ввиду отсутствия там денег опять возвращаемся к такому моменту что перед тем как что-то делать надо сначала проверить свое здоровье готовы ли она в принципе к такой работе но это вот как элементарно если мы хотим поднимать большие веса необходимо убедиться в том что при подъеме этих больших весов грыжа не выйдет до конца если она есть что я здесь уточню грубый пример многие даже такие ага у меня есть лишние 20 тысяч сейчас проверю свое здоровье и они думают что вот проверить это будет равно вылечить тут надо уточнить что это вы проверили ну если вам вы старше 30 процентов выше 50 что вы что-то какую-то болячку у себя нашли лечение сейчас дорогое препараты дорогие любое там если надо мрт делать неважно внутренних органов там или опорный двигательного аппарата это тоже деньги поэтому как бы а человек такой мне надо шернуться быстрее быстрее шернуться чё нельзя меня за месяц вылечить мы только начали за месяц мы только поставили диагнозы историй таких на самом деле да много да есть вот сергей ты сказал еще что допустим многие люди просто забивают на то что там у них может быть гормональные ну горбана сбои в громадной системе а многие допустим они наоборот как раз таки на это ссылаются что типа девушка там неважно кто короче человек с большим весом лишним и они ссылаются на то что как раз таки у них гормоны но они даже например не сдавали на гормоны таки да у меня гормоны да у меня вот еще же щитовидка это частая проблема так скажем распространенная не в целом с этим ничего не делать то есть они знают что у них либо знают либо они предполагают они живут с этим но в порядке вещей то есть люди не хотят с этим ничего делать они не то что даже не сдают они если даже знают они ничего не делаю я тебе даже больше скажу там дело не в том что не какие-то проблемы дело в точных проблема с контролем своей кишки в первую очередь я с такими людьми сталкивался много раз когда мы говорим там она или он говорит вот у меня там проблема с гормонами а ты спускаешься на бургер кинге для двойной комбо заказывает после кардио ты сидишь думаешь охуенно у тебя проблема заебись у тебя проблема с тем что ты жир высасываешь из литюра что ли ничего тут же проблема в чем заключается ты не способен на длительном промежутке времени себя контролировать я напомню что сидеть сидеть на диете а потом поесть мороженое например да там когда ты сидел на диете пять дней это не решение проблемы и диета не продолжается мы нажимаем такую кнопку паузу после которой разгоняться на два раза больше чем было до этого есть исключение некоторые сейчас ссылаются на такой современный термин как читмил охуенный термин охуенный термин как раз вот для таких людей которые любят пожрать это вот тоже отвратительная тема читмилит кто читмилит те которые на диете находится длительный промежуток времени и они читмилит однократно то есть что такое читмил это когда ты приходишь куда-то заказываешь это за столом съедаешь и уходишь а не вот у тебя весь день зажорство блять и там съел блять на 7000 калорий не знаю это рефит так называемый это другой термин но опять-таки тут идет использование этого как стресс это раз и для всплеска инсулина и плюс ко всему еще для того чтобы метаболизм по другому сработал на то что ты съел это еще разгрузка для нервной системы чтобы человек мог еще продолжить дальше такой же срок времени сидеть на диете опять-таки это происходит не два раза в месяц происходит раз в два месяца вот примеры приду раз два месяца разница есть сроки какие а если мы это делаем каждую неделю мы надеть сидим потом хуяк обжираемся нормально у тебя диета ты потом четыре дня будешь только вот это все дерьмо и себя выгонять поэтому нет большинство людей которые вот эту фигню несут я вот убедился опять-таки эмпирическим методом это просто слабовольные люди которые услышали краем ухо как какие-то две кочки которые готовятся к соревнованиям сказали про читмил потому что изначально читмил этот термин был исключительно соревновательном бодибилдинге его нигде больше не применяли его нигде не применяют потом умные тренера начали это вводить для вот таких вот умирающих хатика который там не знаю гипсом страсти христового играли вот она прости господь и бы не ведут они что творят блять вот ему потом такой просто швурму кидаешь блять успокойся тебя не распинают на кресте все нормально на понюхай поешь и он вроде дальше несет этот крест все нормально да не так это работает то есть этот термин перекочевал из соревновательного спорта туда а сейчас на постоянном основе за счет фитнес индустрии развития блогеров используется повседневной жизни это тоже ошибочное рассуждение для того чтобы этот термин использовать и применять надо опять-таки определенный промежуток времени посетить на диете сделать определенный результат заметить что например в промежутке на этом калорийном допустим на этом уровне калорий там божу у тебя результат допустим стоит на месте применить этот читмил и обратить внимание как пошла дальше динамика и вот только после этого после этого мы продолжаем на диете дальше сидеть возможно что это повлияет на человека может быть не повлияет он наоборот наберет и худеть не будет тогда надо понижать уже энергетическая составляющая этого рациона чтобы у него процесс протекал ну смотри вот ты как профессиональный бодибилдер вот скажи вот если мы сделаем этот читмил просто именно в гликемическом смысле да как ну какое-то ограничение поставить это результат что там меньше инсулина как-то выработается критично это я о том что если мы человеку вот которым подопечный у тебя будет нацелена готовится ты им скажешь слушай но ты пиво во время читмила не пей и торты не ешь вот тебе можно даже бургер там какой-нибудь съесть но ты допустим там опять же с сахаром что-то с чистым колу есть определенные ограничения в читмиле опять-таки я допустим придержу следующим критерий никакого сахара на раз никаких молочных продуктов это два в третьих никаких связывающих составляющих в комбинировании этих продуктов то есть сладкая жирная и молочная то есть следствие чего у нас очень много перечень продуктовой корзины покидают возможность выбора все тортики пирожные это шоколад и тому подобное естественно остается более-менее так адекватная здоровая пища относительно адекватная то есть пожалуйста то же самое стритфуд да пожалуйста газировка без сахара пожалуйста она может и на диете использоваться кстати это тоже для многих такой лайфхак то есть когда ты просто худеешь без сахара какие-то напитки газированные их можно использовать ничего там страшного не вот касаемо например применение сладостей каких-то господи есть много пп-шных рядов там допустим всяких вкусняшек либо с пониженным содержанием сахара либо вообще без сахара вовсе который в принципе сладкий и не менее вкусный чем например те же самые там их аналоги которые были изначально придуманы тоже мороженое без сахара уже есть все это есть просто надо заморочиться надо найти надо приобрести это будет эффективно при чеками если мы пп-шную продукцию конечно почему нет но ассоциация что надо идти могу ну то есть так рекламируется четвертый что надо этим у нас иначе это не срабатывается заработает это дрестун от переизбытка жиров там от переизбытка сахара да вопрос еще как только два раза посрет и все и вот такой будет эффект это вот я рассуждаю с точки зрения выступающего спортсмена понимаешь как изначально лактоза на очень долго покидает организм она фигурирует в организме очень долго второе она провоцирует задержку жидкости в организме плюс ко всему связки молочные жирные сладкая она еще дольше работает они друг друга катализатором являются вот и все поэтому в моем понимании эти продукты просто лучше убрать слушайте это диет это очень скандальный вариант диет объясню почему у меня есть определенный недуг от панкреатит то есть в моем случае это вообще гиблая тема это просто могила переизбыток жиров у меня спровоцирует просто обострение панкреатита человеку со здоровыми кишечником я думаю может быть и подойдет но опять таки не всем опять же вот я всегда когда мне задают этот вопрос я всегда говорю что вы знаете вы будете сдавать мочу может быть вы мы увидим рост кетонов на третью неделю притормозимся потом возобновим пример потом опять будет рост кетон потом это опять притормозимся то есть это не обязательно вот такое что типа презентуется как какая-то постоянная константа тебе надо быть на кита диете тебе есть только оранжевые овощи ну и вот эта вся тема то есть это может быть какими-то курсами и на каком-то определенном коротком промежутке времени работать но как та же сушка да в принципе же хорошо работает на спорте красиво все выходят на сцену бобровый год на сушке посидеть ну да пример есть такой андрос мюнсер пожалуйста да да видеть не надо на годик его хватило на годик и самолете откинулся почему возможно просто вечно он в таком просто состоянии в мир иные мне кажется так но останется много красивых определенную форму можно поддержать но соревновательную форму спортивную держать не получится длительное время она на той соревновательной то есть это пик форма человеческого состояния то есть ты ее выводишь на сутки 48 часов край конечно конечно слушай ну опять таки я не замерял на каких-то научных весах они стоял то есть я смотрю визуально то есть визуально для меня проявление хорошей соревновательной формы какая хорошей сепарации деление мышечной ткани деление поперечная то есть это когда ты видишь прям как у тебя непосредственно секутся мышцы идет деление отсутствие повышенного допустим задержкой жидкости в организме отсутствие жира то есть у тебя кожа становится максимально тонкая но опять-таки внешний вид человека блять оставляет желать лучшего особенно лицо ты становишься похожим на спидозного наркомана такого знаешь который вот умирает у него впалые глаза скулы такие что ты можешь обрезать косяк от мимо проходят а вот шлепнуть просто ты порезал стену это не здоровая тема же ну то есть ты выводишь такую форму которую ты не сможешь долго держать такой форме ты не сможешь долго ходить начнем с того что в пик такой формы человек не пьет вот я тебе приведу пример пик такой формы ты максимум в день 0 5 воды пьешь ну-ка попей так 0 5 годик и что-то шибко сомневаюсь что там у тебя система твоя сможет скажем так находиться в таком положении хотя бы неделю все равно ты потом будешь грузиться водой у тебя спровоцируется гиперкомпенсация опять же таки воды плюс если ты еще добавишь соль определенного ряда задержка будет форма будет меняться да она будет смотреться не есть ну как бы круто колоссально для многих людей но это все равно будет форма на порядок хуже чем та которая была до этого допустим два дня назад так что вот так слушай для головы ну опять-таки исходим из того какие проблемы есть если уровень тревожности какой-то повышен опять же пустырников обозула это не совсем бат это просто медикаменты но по факту пустырник это экстракт из травки ни разу кстати не использовал этой темы не я слишком далек наверное от этого натур продукт ебта не знаю отношение такое да и травка прикольная штука можно туда дальше пойти голландию голландию прямо и в гашиш бар таиланда сейчас о реально официально там вот за эту херню могут посадить блять на по жизни вот да то есть мне сказали что есть определенный ряд законов которые до грани нет не сажают потому штрафует если ошибаюсь и от последний раз вот точно просто был да и там какой критерий короче там типа есть видно что дети богатых родителей они там увешаны но по своему по-тайски и ну видно человек приезжает на дорогой машине они обязательно будут с электронными сигаретами будут максимально при чем я заметил надо обязательно короче у них такая фишка ну лично у меня сложилось впечатление опять же ребята напишите в комментариях как у вас вот такая бандура но то есть вот эта маленькая аккуратненькая да нет там должна быть вот такая бандура все видели что пара хулиган не то что продается такие знаешь аппараты которые я называю портативная граната здесь ты засосешь тебя голову взорвем ну вот типа да то есть и и главное что он демонстрирует что его никто не штрафует полиция к нему не под ему может он крут ну какой-то крутой а остальным нельзя это социальный маркет такой вот я еще какие-нибудь вопросики или билдеры что они очень уважают этих пляжников у всех слушает время уже прошло эти скажу просто опять таки момент чем заключается сейчас для них вывели такую тему очень забавную им начали присваивать мастер спорта знаешь как это сколоснул всю сферу колоссально там там понос пошел мама не горюй не ну просто он представитель старых взглядов для него они до сих пор находится в той степени понимаешь он такой человек что он в том возрасте что он уже не изменится никогда вот у него это видение его не лишить этого все это вот его истина другой вопрос что все течет все меняется естественно категории уже доказали свою действительность почему потому что есть одна шикарная категория от нее схожу с ума этого у нас великолепная категория на мой взгляд представители вот этого вот этих женщин которых красивые бедра большие там попа великолепная категория прям такие бразилианки их называют она появилась позже чем фитнес-бикини сначала появился фитнес-бикини пляжники потом только появился wellness и wellness сейчас вырулил эту категорию она становится сейчас более лидирующий по отношению к другим то же самые мускуляры появились это тоже ответвление с мэнс физиков которые были скажем так на мистер олимпия же там мэнс физики такие что любой бодибилдер вот так вот курилку на фиг курить скажешь нихуя себя относишься вообще к накачанным женщинам не как к спортсменкам а вот если это твоя об женщина была нормально ну такая прям бодибилл опять я тебе говорю знаешь какой страны у нас я шикарно отношусь нет а если коллега женщина была бы я позже за я бы я называю знаешь как я бы относился к этому как грек в греции был культ поп и бедер ты что там прям все другой вопрос опять же таки именно прям бодибилдинг чтоб как выглядел вот это знаешь такой разве дарья пужникова тебе нравится так она wellness представитель она представитель волна за это раз во вторых она скажем так она на злора она она wellness она прям согласись прям вот но она на грани но опять-таки почему она антропометрические выглядит больше многих девушек она во первых ростом выше у нее костная структура не лайк репост или не лайк репост слушай ну вот не знаю вот здесь я вот она спорю это знаешь это еще личные определенные символы и чисто вот как тебе ты ну не знаю вот если честно в живую увидел но не впечатлил меня у меня не впечатлил живу она вот честно я увидел ни один раз знаю ее по характеру тоже там скажем так как она общается но тоже не впечатлил смотри я тебе хочу сказать да помимо формы в моем понимании те еще должен человек привлечь то же сам человек такой знаешь ты там не знаю с ним общий язык даже найти не сможешь там не знаю либо по критериям не подходит каким-то там именно моральным формы ты не отделаешься форму привлечет тебя на два-три месяца потом все равно сам понимаешь адаптируешься ко всему это все такая перетекающая сторона что к этому мне кажется даже женщины привыкает к этому сначала допустим рядом с ней стоит там какой-нибудь знаешь мужчина которого шлем щитом спартанский модель она вот так вот сядь блять умираю а потом в трусах проходит на блять говорит ну дверь-то хоть закрой ну все она уже привыкла адаптировалась это уже не что-то из ряда космоса для нее а это уже блять там где не знаю битек который мимо прошел да свой пацан посуду за собой блять не помыл он слышит пор танец блять посуду помой нахуй все то есть как бы ну видишь это же все потом это не то чтобы приедается это становится естественным для тебя поэтому там уже вруливать человеческие качества вот пока не забыл по до конца вы эти накидаю разных вопросов потому что близко в комментариях постоянно так скажем требуется бодибилдер в комментариях еще требуется потому что я же не могу от лица профессионального бодибилдера говорить значит смотри какая ситуация были у нас уже диалоги с другими людьми на канале и соответственно вот бытует мнение что если твой соответственно ростом меньше 175 100 килограмм какой-то там толковой мышечной массы не наберешь этот у олдскульных качков вот ты сейчас сколько весит 102 вот 102 человек есть но я тоже говорил что это как бы но какой-то странный по росту вес на самом деле нет я могу знаю что хочу сказать что человек который ростом меньше он физически будет выглядеть на порядок круче чем высокий но я имею ввиду это но это не нет какого-то ограничения по росту что ты не можешь весь даже вот в рамках все-таки но я понимаю что говорят там ой на запад не смотрите у них фарма другая настолько у них фарма другая даже сидит человек там даже хуже я общался с людьми которые там живут там пиздец там это все варится хуже чем у нас над не бить вообще кстати вот с лепристом ты увидел сюда если скинь скинь фотографию покажем зрителям но все-таки а то есть часто там есть умники которые а это войти а вы думали не на самом деле ли вообще чувак прикольный классный дядька такой во всех смыслах этого слова простой это раз меняют очень привлекать то что я сам по себе простой 2 не замороченный то есть он спокойно беседует меня вот он посмотрел мне пророчил первыми мы собственно говоря и выиграли то есть он посмотрел скалы и просто играет на пампится горит ничего не заморачиваться все многие создают да я имею ввиду в голове особенно в бодибилдинге лишние страхи создать ты не наберешь я бы не сказал такая генетика ты знаешь как это наверное просто рамки потому что эти рамки чтобы пройти тебе надо есть тебе надо больше тренироваться времени больше выделять все но все возможно дорогие друзья все возможно при определенных желаниях ну и конечно там здоровье о котором мы говорим вообще надо идти я так резюмирую да и идти до конца я думаю что все рано или поздно независимо даже от спорта встречают проблемы со здоровьем но просто у кого-то есть силы это преодолеть но пролечить когда как будто определенного момента идти дальше а кто-то такой ой ну его вот не могу значит как у меня недавно был пациент его просто ко мне но направили в общем порядке значит логика человека вот привожу прям пример многих кто забрасывает спорт и прочее короче молодой парень значит он там даже спортом чуть-чуть на фитнес ходит занимается из-за неврологических проблем значит не может работать сидя и он такой ну его в жопу буду работать короче стоя музыка за компом он постоянно работает и мать его только мать его привела когда узнал короче он такой что я же нормально получается ну буду стоя за компьютером работать все чувстве на боли и он когда пришел играть стой вот исходя из этой логи а потом как ну когда стоит и не сможет и как будешь просто горячами вверх ногами я извиняюсь секс как да как вообще тоже не в них марта вынужденном корсете да почти садомаза это это сначала надевают комбез короче он же там держит тоже я представлю девушку который мужчину который проблемы со сколиозом он такой это одевает костюм такой сексуальный поднимет периодический корсет а девушка или парень кто ну блять это наверно для меня он такой блять надеюсь позвоночник не ебанет меня и или это значит секс после 30 когда они оба там в этих в ортопедии выкиньте выкиньте мне всегда 18 душой главное не стареть да 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 чё по камеру можно пойти вот так что дорогие друзья пишите комментарии ваши вопросы если вам понравился такой вот формат длительного подкаста значит пишите как вам ноги ангелины это отдельная тема которую мы хотели выяснить сегодня прям очень важный вопрос вот пишите как вам ноги сергей это тоже отдельная тема у него ноги закрыта у меня нет все продумано вот так что вот дорогие друзья ну и конечно же не забывайте подписываться не только на мой канал я думаю что дубль это видео ну ты сделаешь выложим своим хотя бы да я все смонтирую вот соответственно дубль будет этого видео и других интересных видосов сергей кстати очень красивые крутые видосы профессиональные по тренировкам мне прям очень нравится я жалею только то что их мало у него но я думаю что больше загрузишь дать будем стараться вот так что в описании везде где есть видеоролики там если вы забудете этот вам подсказка вы другой там тоже есть ссылочка на сергея подписывайтесь задавайте вопросы приходите на консультации можно да к тебе обратиться верно вот привет и будет вам счастье пока пока до свидания Продолжение следует... Продолжение следует...